Следующую историю нам помогут вам рассказать два наших гостя. Это Валерий Ремезов и Оксана Асадча, которые вышли с пикетом против того, что происходит в Украине. И сейчас подвергаются судебному преследованию. Подробности попросим их рассказать. Валерий, Оксана, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Спасибо за то, что подключились. Доброе утро. Надеюсь, нас хорошо видно, в чем мы не уверены, но мы стараемся. Для тех, кто вдруг еще не знаком, хотя Валера у нас уже был, и про Оксану мы тоже рассказывали. И вдруг, если кто-то не знаком, Валера и Оксаны незрячие или слабовидящие, я не знаю, как правильно называть, Валер, поправь меня. Незрячие? Незрячие, да. Поэтому им сложно настроить камеру так, чтобы всем было удобно. Я уверен, что вы отнесетесь с пониманием. Слушайте, да нормально. Да в целом, в целом. Я вижу и Оксану, и Валеру, и все замечательно. Да, Оксану чуть хуже, но тем не менее видим. Вот. Вот. Да, да. Ближе к Валере. Ближе к Валере, Оксан. Я думаю, что это, кроме всего прочего, еще и приятно. Должно быть. Это вполне тепло. Я так представляю, зимой вот нет отопления, и есть хотя бы главная консорция. Остимисты, да, уже? Фашизм. Зимой нет отопления. Нет, они просто уже жили в этой стране. Всегда готовы к сроку будем. Да. То есть, что это два разных пикета, Валера выходил 20-го числа в поддержку политзаключенных, и у него уже был суд. Я выходила с подругой 24-го, и у меня будет суд сегодня, у подруги Люба Лукашенко в понедельник будет суд. Напомните, по каким поводам вы выходили? Эти же пикеты были приурочены к очередным ударам каким-то? Ну, полтора года войны. У меня, собственно, на плакате так и было написано, полтора года позорной и бессмысленной войны. Я вышла на Манежную площадь, подруга меня снимала, но задержали нас обеих, и нам теперь вменяют, мало того, что групповую несогласованную акцию, потому что у нее, типа, были значки, а у меня плакат. Значки? Какие значки у нее были? Безвоенные. Там у нее один значок был «Нет войне», другой «Свободу политзаключенным». У меня отобрали плакат, у нее отобрали значки. Даже не знаю, какой из них сейчас страшнее. Особенно компиляция этих двух, это прям такая угроза к социалному строю. Да-да-да, вот. И, короче, нас четыре часа продержали в полиции, потому что сначала ждали защитника, и только после его приезда они начали, в принципе, составлять протокол. Потом, пока они его составили и нас пошли оформлять, все это заняло четыре часа, и полицейский думал, что я не в курсе, что у меня на плакате написано. То есть, как вы себе это представляете? Кто-то, не знаю даже кто, поставил меня на Манежную площадь, и я даже не в курсе, что у меня написано. Вручил плакат, сказал, что там написано «Слава Путину», и вы, веря в это, спокойно стояли там, Оксана. Видимо. Ну, короче, я посмеялась с них, а еще, когда нас туда приводили, там же забавная история, 20-го числа, когда задержали Валеру, это было его первое задержание, мне было очень тревожно, я с работы сразу поехала в УВД Китай-город, и 20-го я была снаружи УВД, а 24-го мы поменялись местами, он снаружи ждал, а я сидела внутри. Вот, и сегодня у меня будет суд, но поскольку у нас антивоенная надпись, то она меняет дискредитацию, и вот это вот несогласованное мероприятие, последнее, конечно, мы будем очень сильно пытаться оспорить, потому что значки они заметили не сразу, они просто нас приняли двоих, потому что подруга снимала, и они решили, что она тоже участвует в пикете, она не успела в нем поучаствовать. Как-то они объяснили в протоколе, чем они доказывают ее именно участие? Значками, мы вчера с защитником переписывались, объяснили наличие значков, но мы попытаемся это оспорить, потому что значки у нее там на рюкзаке, и кто их там увидел, и плюс, ну, по-честному, они их заметили не сразу, они уже потом такие, а, еще и значки, ну, отлично. Конечно, ужас. Вообще, осознайте, насколько выше плинтуса вообще дискуссия, да, доказывать суду, что значки на рюкзаке, которые, ну, вообще практически никто не видел, не несли никакой угрозы. Это тоже такая примет времени совершенно жуткая. Валера... Надо сказать, что хотя бы вели себя довольно корректно, то есть, ну, не знаю, там не было каких-то совсем жестких вещей. Еще, наверное, забавного, когда нас задержали, ну, я подруге сказала, давай пойдем вместе, полицейские шли один сзади, другой спереди, то как-то они почему-то решили, что мы обязательно сейчас убежим, и один другому все время говорил, присматривай за ним, присматривай за ним. А не знали, что вы незрячая? Ну, незрячая я, по мне видно, потому что я с тростью. Мне кажется, я не знаю, поняли ли они, потому что, когда нас подошли задерживать, один сначала взял паспорт и очень долго не хотел давать справку. Но мне просто важно было показать, что есть инвалидность, по той простой причине, что... Ну, чтобы они лишний раз не жестили, плюс больше трех часов они не должны держать и так далее. Вот, и он потом все-таки взял справку, и потом вот, когда спросили, точно ли я знаю, что у меня на плакате, я сказала, ну, я вообще-то являюсь автором, тут они уже окончательно поняли, что ничего не поделать. Что придется брать. Конечно, да, узнать у Валеры, он-то с каким плакатом выходил, если можно об этом рассказать. И я, насколько понимаю, у Валеры уже разбирательство по этому поводу закончено. У меня первую инстанцию я прошел, 10 тысяч штрафа назначили, плакат у меня был «Свобода политзаключенна». То есть, выходил я, получается, 20-го числа. А что, какую статью-то тебе? А, статья 20.2, пункт 5. У меня Красная площадь же была, соответственно, она у нас, поскольку находится близко к резиденту и президенту, вот, и, соответственно, я нарушил правки, нарушил проведение правил публичных мероприятий. Ну, нельзя на Красной площади простому народцу стоять, нечего. Кстати, я, кстати, про это не знал. Я был уверен, что пикет-то можно проводить везде без согласования. Да я вот как-то вроде бы тоже подумал, что ничего страшного не будет. Прямо сначала сержант такой с пафосом ко мне подошел. Вы задержаны за нарушение правил проведения публичных мероприятий. Я говорю, так одиночный пикет. Разве нельзя? Он так, типа, нет, здесь вы нарушаете. Я говорю, ну вот. И что же мы с вами будем делать? Тоже знать, что он проверял у меня документы, потом я говорю, да у меня тут много всяких разных. Из кармана его достаю, паспорт достаю, справка об инвалидности показываю. Он так справку берет. Там мне нравится, подходит какой-то второй его товарищ, что-то там фотографирует. А я говорю, а вас как зовут? Он так стоит и без... Виталик. Просто я вам не рассказываю. Вот все разжрут после этого, потому что... Ну это ж вообще... То есть люди, они, значит, там, на охране правопорядка. Такие все там крутые должны быть. Я не знаю, там у них 150 отчеств и фамилии под прикрытием. Как вас зовут? Он так стоит и смотрит. Виталик. Слушай, ну порой подумаешь, что их-то можно ручкой повредить. Повредить. И особенно, если это Виталик. А вы же тебе много раз спросили, как ты понял, что он полицейский? На самом деле, да. Другой сержант, который меня потом все-таки повел, я вообще обиделся. Я думал, поедем на автозаке. Оказалось, да, ОВД Китай, город недалеко. Пошли ключком. Ну, идем, значит. И он меня спрашивает. А как вот вы поняли, что я полицейский? Я как бы думал, как это ему надо что-то ответить. Я говорю, ну понимаете, у вас такое, во-первых, построение фраз. Соответствующую. А второе, говорю, специфическая интонация, которую ни с чем не спутаешь. Он такой на меня смотрит, говорит, ну на построение фраз я еще мог подумать. Но про интонацию нет. Я говорю, ну, видите, как хорошо. Теперь вы образовываетесь. Я говорю, с вами пока дойдем. Лекция по взаимодействию. У нас это существует. Но у меня, как ни странно, Оксана переживала, как это сказать, переживала за меня больше, чем я сам за себя переживал. У меня так это была водичка в термосе. Мне там еще потом от Оксаны передали. Но единственное, надо, правда, отметить, что, конечно, в отличие от других случаев, как это часто бывает, возможно, еще и потому, что ВД Китай – город, у меня тоже, в принципе, было все корректно. В том смысле, что они пытались как-то силой чего-то вызнать. Но, в принципе, плакат, собственно, они видели. Единственное, они его забрали. А все остальное мы ждали защитника, потому что я им объяснил, что не буду сам в документах расписываться без тех лиц, которым я доверяю, соответственно, чтобы не подписать, не пойми чего. В электронном виде, естественно, они ни протокол, ничего предоставить не могут. Хотя вот это была бы, кстати, хорошая штука в плане доступности. Ну, поскольку, как бы, у них опыта мало взаимодействия с такими экспонатами. Приходится им, да. И Брайлем, видимо, протокол тоже не потрудились составить, да? Да я думаю, они вообще не знают, что это такое. Просто у меня такое ощущение. Вот, поэтому, ну, как бы, все вежливо, как это, но целенаправленно. Вот. А суд, в принципе, проходил минут 15. Мы даже делали расшифровку. Кому интересно, на сайте Эхо, я думаю, ее можно как раз найти. Мы и сегодня постараемся ее сделать к вечеру. То есть, аудиозапись я сделаю, потом Оксана сделает расшифровку. Вот. И это, конечно, суд такой просто без полицейских. Ну, и у них это, как мне объяснил защитник, идет стандартная практика. То есть, они на такие дела даже не приглашают. Вот в Кенен-Черкассах, например, как было, когда у меня знакомых ребят вот тогда забирали. Там прям это для них было, видать, событие. Они приглашали сотрудников полиции, Росгвардии, там, всех подряд. Чуть ли не свидетелей, там, одна только не пришла женщина. Вот. А здесь вообще никого не было. Просто мы посидели. Я и моя группа поддержки, что называется, послушали. Сегодня группа поддержки планируется? Да, группа поддержки у нас. Вот даже друг вчера приехал вот с нами. У меня много друзей, знакомых. Хочет прийти, кого я знаю. Коллеги, кто сможет. Там, может быть, не очень много людей будет, но, в принципе, я и в Телеграм-канале, и в Фейсбуке писала про суд. И несколько человек точно мне написали, что придут. Во сколько сегодня суд у вас? И где? Какой суд, да? Тверской. У нас у всех Тверской, у троих. У вас через сколько заседание начинается? В 11 часов. По Москве в 11 часов. Как раз мы сейчас закончим и поедем на электричке. Ну, в общем, если есть желание, приходите в Тверской суд к 11 часам по Москве, поддержите ребят. И по поводу штрафов еще спрашивают. Но можно предположить, что и Оксану оштрафуют. Нужна ли вам финансовая помощь в оплате штрафов? Смотрите, на данный момент, вот прямо сейчас, мы деньги не собираем. Какой причине? Мы считаем, что стоит сначала пройти все инстанции, в принципе, да, просто эту систему, как говорится, не дать ей возможность. Хотя, кстати, госуслуги даже еще до, по сути, да, решение в силу не вступило. Там меньше, чем 10 дней, даже просто если брать, уже госуслуги присылают тебе уведомление почему-то о том, что вот у вас новый штраф, вы его можете оплатить. Это вообще, конечно, интересно. Он скоро у всех по умолчанию, Валер, будет. Я думаю, уже даже списываться сразу будет, да, независимо от того, обжаловал ты или нет. У нас, на самом деле, вот знаете, это про стратегию, да, как поступать. Вот многие говорят там, а, можно штрафы эти не платить, значит, не финансировать. Это злобный, кровавый режим путинский. И, в принципе, я согласен. Но у нас, знаете, какая проблема? Поскольку у нас первая группа инвалидности идет пенсия, да. И, соответственно, если мы не будем платить, да, будет, как бы, оно спишется само потом как раз. То есть, у нас вообще, да, у нас вообще вариантов никаких нету просто в этом смысле. Семь, смотри, тебе даже делать ничего не надо. Государство тебе само дает деньги, само забирает. Да, а если не хватает, еще могут сказать, что я заранее не подкопил. Это, кстати, вот я не продумал этот момент. Надо было, надо. Лет за 10-то сколько там я с 2014 года этим всем загибаюсь, да, можно было бы уже этот копить. Вот, но пока не собираем. То есть, если будем собирать, то только в тот момент, когда пройдем все инстанции и окончательно убедимся, что, ну, государство это никак не желает показать хоть какую-то часть человеческого лица. Вот, поэтому... Сколько же вам еще нужно, чтобы убедиться-то в этом, Валера? А, ну, вот такие неуемные. Чать у нас завидует вашей наивности, бесстрашивая. Да, при чем тут наивность? Понимаете, на самом деле это же не наивность, это просто вот... Ведь Навальный тоже судится по каждому, там, любому эпизоду, который с ним, в принципе, происходит. Я считаю это правильно. Во-первых, это должно быть в документах. Я вот тут абсолютно с многими сторонниками этой позиции согласен. Потому что это потом, опять же, пригодится для выявления. Да, у нас же есть фамилия у этой судьи замечательная, Орехова, да, который все это выносит, такие решения. Самое интересное, там, в суде, когда сидим, у адвоката спрашиваю. Ремезов говорит, видит? Да, я так скромно помалкну, думаю, интересно, что будет дальше. Адвокат говорит, нет. Ну, он же меня слышит. Я говорю, ну, конечно. То есть, у них даже вот человек с какими-то особенностями, он, в принципе, воспринимается как некий предмет. Вот, это, кстати, тут отошлю к интервью Ивана Бакаидова у Екатерины Гордеевой, вот там тоже об этом говорится, да. И это печально, к сожалению. То есть, они мы в суд вот даже пришли, нам никто как бы не хамил ничего, да. Но там у всех какие-то штампы, казалось бы, люди с юридическим образованием. А где у них сопровождающий? Нас там несколько незрячих пришло, три человека, да. Ребят, ну, говорю, какой сопровождающий? Мы сами перемещаемся. А, ну, хорошо, говорю, а как пройти в зал-то? Ну, вот шестой этаж, вы вот туда прямо пройдите и налево. То есть, их сидит несколько человек, они даже никто не могут предложить. Ребят, давай сейчас мы нас проводим до этого шестого этажа, какие проблемы? Да или до лифта просто. То есть, вот элементарный уровень взаимодействия этого государства, вот он заканчивается очень часто на элементарных, на нормальных каких-то вещах просто. Зато штрафовать они быстро могут за плакаты. Это они, ну, на что учились, Валер, на что учились? Да, на что учились. А так нет, мы, конечно, не наивные. Мы, к сожалению, понимаем, что всё, в принципе, можно и с нами, и не с нами, со всеми нами сделать. Просто, кстати, одно дело не добиться, а другое дело даже не попытаться. Там мы потом можем сказать, что вот у нас штраф, мы собираем наш штраф, мы его не смогли оспорить. А если мы даже не попытались оспорить? Ну, как-то пока всё-таки хочется бороться. Я намерена выходить в пикеты, но я постараюсь избежать второй низкой агитации, поэтому с какими-то чётко антивоенными надписями в ближайшее время не выйду, просто потому что это сразу уголовное дело. Но при этом можно об одном и том же говорить немножко разными словами. Удачи вам и безопасности. Ребят, совесть просит. Даша и Антон, передайте ребятам спасибо вам за вас. Передаём. 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 Повторю, что чат тоже вы смотрите, читаете и знаете, что там пишут. И финализируя, сегодня в 11 часов по Москве в Тверском суде состоится рассмотрение дела Оксаны. Если вы хотите прийти поддержать, то вам надо уже выезжать. Ну, если вы в Владивостоке, то, наверное, не успеете. Это не только классная возможность поддержать ребят, но и вообще суперская возможность с ними познакомиться. Я бы с удовольствием, например, так делала, но работа, ребят, работа. Спасибо большое. Я их у Любы Лукашенко, у моей подруги, по тому же делу. Ну, просто сразу скажу, что если вдруг кто-то захочет прийти в понедельник... Если кто-то из Владивостока планировал, то вот. Всего не успею, скорее всего. На самолёте можно. Спасибо большое, ребят. Спасибо большое. Пока. Удачи в суде. Удачи, спасибо. Спасибо.